На протяжении многих лет человечество неустанно доказывало, что мы действительно умеем уничтожать друг друга. И с течением времени людям удавалось изобрести все более креативные и невероятные методы для взаимного поражения. Привет, вы на канале НСК Шоу. И сегодня я хочу представить вам подборку из 10 самых безумных видов оружия в мире. Проект Тор. Проект Тор, или кинетический орбитальный удар, представляет собой гипотетический вид военных действий, сутью которого является бомбардировка Земли из космоса при помощи инертных снарядов. Причем при сходе с орбиты они будут иметь гиперзвуковую скорость в момент падения. А вот разрушительная сила такого оружия будет заключаться в высвобождении накопленной кинетической энергии. В чем преимущество проекта Тор? Самое главное – это возможность удара по траектории под крутым углом и на огромной скорости, из-за чего защититься от атаки будет практически невозможно. К слову, самый простой дизайн боеприпаса – это литые болванки, которые на 100% состоят из металла. Нов Эджент Виэкс. Газ Виэкс представляет собой фосфороорганическое, боевое, отравляющее вещество нервно-паралитического действия. Его создали в 1955 году на основе амитона в Великобритании. По идее, это должен был быть пестицид, но из-за своей крайней токсичности он не нашел широкого применения в сельскохозяйственной деятельности. Именно тогда его и запретили, и теперь Виэкс имеется лишь в арсеналах Соединенных Штатов Америки и России. Исследования подтвердили, что этот газ в 300 раз токсичнее фосфогена, которое обширно использовали в Первой мировой. Симптоматика после отравления поражающим веществом начинает проявляться лишь через несколько часов. В большинстве случаев возникают мышечные спазмы, судороги, слабость. А в некоторых случаях даже паралич. Виэкс отличается повышенной кожно-резорптивной токсичностью, если сравнить его с остальными фосфоросодержащими отравляющими веществами. Только представьте, он с легкостью заражает открытые водоемы, околоземные слои воздуха, а также может распространяться по направлению ветра на расстояние вплоть до 20 километров. Мало того, открытые участки кожи, органы дыхания человека, военная техника и армейское обмундирование – все это находится под угрозой при действии Виэкс. Единственный способ себя защитить – это надевать противогаз, пользоваться общевойсковым защитным комплектом, применять герметизированные объекты боевой техники, а также не забывать про убежище. Водородная бомба Водородная бомба представляет собой оружие огромной разрушительной силы. Принцип ее действия основывается прежде всего на реакции термоядерного синтеза легких ядер. А вот основным источником взрыва принято считать процессы, которые можно рассматривать как аналогичные процессы, протекающие на Солнце и других звездах. Это оружие массового поражения было создано в 1951 году американскими учеными. Чем она опасна? Скажу так, прежде всего ударная волна обладает невероятно большой интенсивностью, так же как и тепловое воздействие. Согласно расчетам ученых, если взорвать 20-мегатонную бомбу, выживут лишь 50% жителей Земли. И это при условии, что они скроются в убежищах. Мало того, порой могут образовываться невероятно большие самоподдерживающиеся огненные ураганы, которые способны бушевать на протяжении длительного времени. Но вот наиболее опасное последствие – это радиоактивное заражение окружающей среды, которое распространяется в радиусе до 100 тысяч квадратных километров. Оседая на листве и траве, это непосредственно коснется и человечества. Поэтому можно смело сказать, что такая большая площадь поражения всего одной водородной бомбой делает ее очень опасным и безумным видом оружия. Чумная бомба. Японские разработки биологического оружия в годы Второй мировой войны просто поражают и по-настоящему шокируют. В те времена существовал такой отряд, который назывался Отряд 731. Я думаю, многие слышали о той жесте, которую они творили. А именно испытания на живых людях. Сейчас об этом мало кто знает, но на самом деле биологическое оружие намного сильнее и страшнее всего на свете. Исследователи из Японии ставили свои опыты на заключенных, которым прививали холеру, оспу, ботулизм, дизентерию, тиф, сифилис. В результате это привело к разработке настоящей бомбы для дефолиации бацилл, а также блошинной бомбы, которая применялась для распространения бубонной чумы. Представьте только, это позволило японским солдатам начать биологические атаки в Китае, сбросив миллионы зараженных крыс на мирных жителей Китая. Тем самым было заражено все сельское хозяйство, колодцы, водохранилища и другие объекты, где не было войск Японии. Пандемия быстро распространилась среди местных жителей, и в результате этой биологической атаки погибло более 300 тысяч китайцев. Нейтронная бомба Нейтронная бомба представляет собой отдельный вид оружия, которая способна воздействовать на свою цель нейтронным пучком или волной. На самом деле, это разновидность ядерного оружия, предназначенного для поражения живой силы, боевого вооружения противника, а также радиоактивного заражения территории за счет ударной волны и светового излучения. Единственный момент. Из-за довольно быстрого поглощения нейтронов окружающей средой, такая бомба даже большой мощности не такая эффективная, как, скажем, водородная. Ее мощность, как правило, не превышает 2-3 килотонны тротилового эквивалента, поэтому часто говорят, что это тактическое ядерное оружие. Отцом нейронной бомбы считается Самуэль Коэн, физик из Соединенных Штатов Америки. Главная опасность этого вида оружия заключается в стирании грани между ядерной и обычной волной при его использовании. Из-за этого в резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН есть прямые призывы к его запрету. Рельсовая пушка. Рельсовая пушка или рельсотрон – это электромагнитный ускоритель масс, который способен разгонять токопроводящий снаряд вдоль двух металлических направляющих за счет силы Лоренса. Это перспективное оружие было спроектировано в 1970-х годах Джоном Барбером. Рельсотрон способен обеспечить тактическую стационарную защиту против маневрирующих баллистических ракет, а также может расширить горизонт дальности стрельбы. Это оружие имеет относительно небольшие снаряды, благодаря чему очень выгодно увеличивается боезапас. Дальность огня составляет 200 километров, а высокая скорость снаряда дает возможность применять рельсовую пушку как средство ПВО. Лазер Вайпен Систем. Лазер Вайпен Систем – это альтернативное лазерное оружие, которое было разработано в США в 2010 году по заказу военно-морского флота. И уже спустя два года установка смогла успешно поразить беспилотный летающий аппарат «Мишень». В августе 2014-го Лазер Вайпен Систем был установлен на американском военном судне под названием USS PONS для того, чтобы эту действующую экспериментальную модель снова протестировать, но уже в Персидском заливе. Основной целью была оценка влияния полевых условий на эффективности и работоспособности данного орудия. В Лазер Вайпен Систем встроен твердотельный инфракрасный лазер, который отличается регулируемым уровнем энергии выстрела. Такую вот установку в основном используют с целью обороны от беспилотников и небольших судов. Но вот главным достоинством оружия считается очень низкая цена за один выстрел, что, конечно же, делает его привлекательным. Экспандинг Буллет. Возможно, вы когда-то уже слышали об экспансивных пулях. Их еще часто называют разворачивающимися или же просто дум-дум. Их конструкция предусматривает значительное увеличение диаметра в случае попадания в мягкие ткани тела. На сегодняшний день такой вид оружия запрещен к применению в военной сфере, но они часто используются для охоты и самообороны, а также в подразделениях специального назначения. Этот вид боеприпасов широко применим полицейскими органами из-за снижения риска рикошета, а также большой останавливающей способности при стрельбе по живой, незащищенной цели. Кстати, в большинстве стран дум-дум находится в свободной продаже, наравне с остальными типами пуль. И еще один интересный факт. По неписанным законам военного времени, солдат, которые были взяты в плен именно с экспансивными пулями, сразу же расстреливают на месте. Металшторм. Металшторм – это целая установка с электронной схемой управления стрельбой без подвижных элементов. И правда, единственные движущиеся части – это пули, которые находятся в стволах. Металшторм создали в Австралии, но правительство Америки очень заинтересовалось этой разработкой. Основной особенностью установки является то, что примененная технология дает возможность совершать последовательные выстрелы из каждого створа. Скорость стрельбы может варьироваться от одиночных выстрелов до 6000 за одну минуту. Это действительно впечатляет. Данный комплект монтируется практически в любом месте, а также его можно запрограммировать на уничтожение всего, что двигается в конкретно заданном районе. И очень часто говорят, когда Металшторм работает, он создает как бы железный занавес, состоящий из пуль. Автоассолд-12. Это невероятное автоматическое ружье, сокращенно АА-12, было создано Максвеллом Атчинсоном, который за его основу взял более раннюю разработку ААС. Система была значительно модернизирована и усовершенствована. Но, правда, в серийное производство АА-12 так и не попало. Только в 2000-х годах компания Military Police System выкупила права на это ружье, надеясь, что сможет начать масштабное производство для полиции и вооруженных сил Соединенных Штатов Америки. Гражданское население так и не смогло приобрести АА-12. Стоит отметить, что основной особенностью оружия является использование специальной газоотводной автоматики с возможностью применения более мощных патронов. Разработчик также уделил особое внимание конструкции ствольной коробки. Также была усовершенствована система переводчика режимов стрельбы, благодаря чему АА-12 позволяет стрелять как одиночными, так и непрерывными очередями. И еще одна особенность – накопление импульса отдачи, что говорит о взаимодействии двух возвратных пружин, которые растягивают импульс отдачи во времени. Ну а на сегодня это все. Не забывайте оценивать видео, ну и, конечно, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание и пока!